Всю прошедшую неделю подписчики и зрители нашего канала бомбардировали меня вопросом где выпуск вторника где оперативка ну и так далее не было оперативки 27 мая хабиров наплясавшись с великовозрастными школьницами и насладившись прочими китаб-байрамами газпром сабантуями и прочим-прочим спешно отбыл солнечный узбекистан где уже разворачивался к тому моменту федеральный плов байрам и шурпа-фест человек праздник атай байрам похоже же не может остановиться и заняться чем-то еще кроме бесконечных приемов бесполезных конференций и безумных байрамов тем временем наша скучная обычная земная жизнь в башкортостане продолжается продолжается своим чередом увы не так весело и ярко как у главного тусовщика региона но постольку поскольку дорогой ради фаритович прокатился в узбекистан опять же за наш с вами счет не можем не обсудить зачем это вообще было и каковы реальные итоги этого весьма дорогостоящего визита стоимость которого по моим оценкам составляет от 80 до 120 миллионов рублей если не брать в расчет по восточному цветистые комплименты которыми осыпали неустанно друг друга стороны на выходе почти ничего кроме уклончивых намерений обещаний и дружеских похлопываний по плечу главное зачем хабиров в этот раз летал в ташкент это оказаться примерно в двухстах метрах от владимира путина который в этот момент встречался с президентом могучего узбекистана тем самым демонстрируя широту внешнеполитических связей великой россии а ведь совсем недавно лет буквально 10 назад президенты узбекистана казахстана таджикистана киргизии и прочего туркменистана сами смиренно летали в москву и терпеливо перебирали ножками в ожидании в приемной владимира путина да все меняется узбекистан похоже превратился из отсталой стороны третьего мира во влиятельную державу в дружбе с которой болезненно нуждается даже великая россия но впрочем мы отвлеклись и вернемся к итогам поездки дорогого радио хабирова кроме того что радио фаритовичу наконец-то удалось вдохнуть воздух который только только выдохнул владимир путин было и кое-что смешное хабиров сообщил о намерении увеличить дальнобойность особой экономической зоны алга до до того чтобы она долетела буквально до ташкента а если серьезно хабиров заявил о намерении создать в узбекистане филиала особой экономической зоны алга ну узбеки конечно немного остолбенели но быстро пришли в себя и хитро заулыбались кивай и поддай к этому смешному гостю уж они то точно знают и доподлинно им известно что в узбекистане только китайцы решают где когда и какая особо экономическая зона должна быть обустроена даже если какой-то смешной человечек в итальянском костюме из какой-то там башкирии такие смешные планы строят в общем конечно все это прожектерство и абсолютно пустое если бы хотя бы половина наших подписчиков жертвовала каналу стоимость одной единственной поездки на электротранспорте наш канал никогда бы ни в чем не нуждался но увы это не так и мы нуждаемся в вашей материальной поддержке чтобы продолжать нести вам столь дефицитные в наше время правду и аналитику не скупитесь помогаете каналу помогать нам материально можно единственным доступным способом через расчетный счет который мы сейчас показываем на экране и который вы можете с легкостью найти в описании под каждым видео на нашем youtube канале а пока хабиров развлекался на всем доступном ему пространстве умирающего снг социально-общественная активность и потребности жителей башкортостана очевидно были пущены на самотек и приняли весьма причудливые формы вот всего несколько примеров того что происходит если власть никак не контролирует и никак не влияет но на внутреннюю жизнь в регионе увлекшись мишурой дорогостоящих праздников похоже администрация хабирова вовсе не обращает внимание на то что происходит в районах и муниципалитетах например в селе верхний ерке его и лишевского района республики башкортостан случилась грандиозная драка с участием почти 150 человек причем вопреки жарким уверением районных властей об отсутствии какой-либо национальной подоплеки случившегося с одной из сторон побоища преобладала характерная национальность причем национальность закавказская не будем называть какой национальности были бойцы но всем нам понятно глава района этого самого и лишевского района мустафин некоторое время даже пытался скрывать от дорогого ради фаритовича сам факт вот этого конфликта и всего этого события видимо опасаясь отвлечь любимого руководителя от поедания праздничных учпачмаков средствах массовой информации сегодня разгоняется видео и высказывание о том что происходит инцидент на территории лишевского района на межнациональной почве хотел бы об этом пояснить следующее сегодня на территории муниципального района лишевский район в том числе в районном центре селе верхней аркеева каких-либо инцидентов нет разбирательств драк и так далее но правда в виде жутковатых видеороликов вышла в конце концов на поверхность и поразила общественность тем смешнее теперь представляется официальная версия случившегося которая выглядит как драка 150 человек слегка подвыпивших в сельском кафе согласитесь вполне себе фантастическая версия при этом никто разбираться в причинах и подоплеках вот этих конфликтов судя по всему не собирается а это означает что эти конфликты могут и будут продолжаться в том же самом илишевском районе на минувшей неделе подростки любезно приглашенные хабировом из белгородской области отдохнуть от регулярных неудобств на прощание разнесли детский лагерь орленок в котором же они же отдыхали сообщается о повреждении окон дверей а также побитой сантехники электрооборудование лагеря пока непонятно что это было особенности белгородского белгородской благодарности за гостеприимство недовольство условиями содержания или попросту некомпетентность тех кто должен был присматривать за детьми в пубертатный период созревания однако факт конечно вопиющий пока хабиров раздает медали и звания всяким столичным артистам и певцам которые за немалый гонорар охотно иллюстрируют как же похорошел башкортостан при хабирове граждане попроще с изумлением оглядываются вокруг и задаются неприятными вопросами так на этой неделе этими самыми вопросами задались жители кармаскалинского района состояние дорог в местности где они проживают окончательно вывело их из себя и кармаскалинцы отважились на народный сход как последний более или менее законную возможность выражения недовольства региональной властью сход граждан кармаскалинского района признал дороги в муниципалитете худшими в республике башкортостан ну прям скажем наверное оценка субъективная и жители других районов могут присоединиться к этой оценке кармаскалинцы потребовали принять хоть какие-нибудь меры предпринять какие-то усилия для ремонта дорог но не знаю если дело хабирова до каких-то там кармаскалинцев когда рядом мацуев и безруков благодарно бренчат жестяными медальками на минувшей неделе криминальная жизнь членов команды хабирова состоял в основном из разочарований и тревожных ожиданий проректору уфимского университета науки и техники тому самому знаменитому объединенному вузу янгирову не удалось выйти из застенков под домашний арест и ближайшие два месяца янгиров проведет следственном изоляторе его обвиняют в получении взяток на сумму более чем 1 миллион 300 тысяч рублей в то время как этот самый янгиров должен был без устали развивать народное образование в бюджетном институте развития образования республики башкортостан вот такие вот сподвижники хабирова от образования появились у нас башкирии собственно что значит появились давным-давно пять лет уже вся эта команда сформирована примерно из таких людей еще одно разочарование постигла осужденного на семь с половиной лет колонии экс-министра строительства кучербаева вопреки ожиданиям касация поданная им же в суд не только не облегчила приговор но и вызвала встречные требования прокуратуры ужесточить наказание чиновнику по 50 эпизодам преступной деятельности напомню кандидатуру кучербаева лично пробивал и продавливал на пост министра ради хабиров невзирая на отрицательные рекомендации со стороны силовиков а вот уже столичная история шурен хабирова хотя формальная и не состоит в региональной группировке и действует исключительно в столице в москве но тоже попал на прошедшей неделе в жернова правоохранительной системы родственник хабирова заключен под стражу за регулярные нарушения условий домашнего ареста напоминаю его уже очень давно судят и подозревают какой-то там мутной схеме с долгами и обязательствами партнеров по сути история с родственником конечно не имеет прямого отношения к хабирову и его команде но ярко характеризует окружение согласитесь скажи мне кто твои друзья и родственники я скажу кто ты из продолжительного отпуска с последовавшим за ним больничным в республику башкортостан все-таки вернулся руководитель управления дорожного хозяйства республики артем шамхалов вернулся он в офис изрядно разгромленный и опустевший из которого в наручниках увели его заместителя гражданина и шмуратова которого подозревают в уголовных преступлениях связанных с должностными полномочиями и коррупцией очевидно что господин шамхалов или очень смелый или очень информированный человек но скоро мы об этом узнаем потому будет ли задержан или привлечен к ответственности господин шамхалов как подельник и шмуратова и министр клебанова или нет в любом случае шамхау стоило бы утрясти некоторые давнишние конфликты которые могут усугубить его и без того незавидное положение многие недоумевают и спрашивают зачем подписываться на канал если я и так дескать нахожу его спокойно в поиске каждый раз когда собираюсь посмотреть во первых подписка это удобно и ничего не нужно искать вбивать в поисковую строку и так далее так далее а еще если вы нажмете на колокольчик то вам будет приходить даже оповещение о появлении нового видео на канале во вторых подписываясь на канал вы повышаете рейтинг канала системе youtube и тем самым даете возможность еще большему количеству людей увидеть наше видео согласитесь это очень мило посему подписывайтесь лайкайте републикуйте открытую политику и тем самым помогайте нашему каналу ну и традиционно немножко скандалов дотошная корреспондентка ирина мельникова выяснила что партнершей во время вальса хабирова на выпускном балу 24 мая была вовсе не школьница а специально обученная второкурсница колледжа разразилась буря в стакане и многие удивились этой глупой постановки а кое-кто даже возмутился но пожалуй нужно уже уяснить что хабировский пиар будь то танцы или трогательное завязывание шнурков прохожим все это топорные инсценировки и попытка казаться не тем кем на самом деле является хабиров но не может нормальному человеку требоваться ежедневное доказательство его человечности открытости за пять лет ради фаритович в этой сфере не достиг практически ничего но ничего кроме позора и насмешек может быть он вообще не обучаемый или учителя так себе инструкторы и всякие вот эти про чаковские которые без конца дули ему в уши рассказывая как ему нужно себя вести чтобы выглядеть поприличнее на прошлой неделе всплыл на поверхность информационного поля уже изрядно подзабытый всеми рустем ахмадинуров беззаботный петрушка мурзагуловского созыва огласил принятие регионального закона проведенного единой россии в госсобрании республики башкортостан единая россия теперь законодательно запретила школьникам использование мобильных телефонов во время уроков на переменах и в экстренных ситуациях впрочем можно забавный законодатель ахмадинуров не сообщил пока какое суровое наказание ждет школьников и их родителей в случае неисполнение нового закона но как вариант я бы предложил штраф в размере стоимости телефонного аппарата используемого правонарушителям ну как говорится попользовался на уроке телефоном и возмести его стоимость бюджету телефон можно продать или оставить школьнику до следующего нарушения не знаю насколько подобные законы будут работать но точно знаю что во многом госсобрание республики башкортостан занимается лютой ерундой много сказано и написано о том в какое состояние привел ради хабира в транспортную отрасль и нет числа жалобам и недовольство населения но разве когда-то всерьез волновала региональную власть недовольство населения по моему не особенно так называемый техас хабирова как сам же ради фаритович метко назвал свою транспортную реформу наносит все новые новые разрушительные удары по останкам транспортной инфраструктуры регионов на днях без объяснения причин была отменена закупка автобусов для баш автотранса на астрономическую сумму 4 миллиарда рублей то ли в узбекистане поистратился ради фаритович то ли после ареста министра клебанова решено сменить поставщика и отката подкатывателя пока непонятно но понятно что мы остались без автобусов удар ниже спины хабировскому ветхому транспортному хозяйству нанесла компания автомик которую кстати говоря очень плотно ассоциировали с арестованным министром клебанова компания автомик объявила об уходе из уфы автоперевозчика обслуживавшего ключевые маршруты найдется ли замена до 21 августа этому автоперевозчику пока непонятно особенно учитывая те условия работы которые выкатывают хабировские чиновники желающим работать на рынке автоперевозок в башкортостане например они вынуждены возить людей за 40 рублей при себестоимости поездки 60 рублей ну согласитесь дураков пойти на такое очевидно немного но и вишенка на торте в рамках избирательной кампании хабирова избирательной кампании на второй срок правления в башкортостане подорожают не только услуги жкх и проезд на автобусах но подорожает еще и электротранспорт это должно особенно воодушевить самую лояльную часть электората пенсионеров которые в основном и пользуются трамваями и троллейбусами